друзья коллеги всех приветствую на канале чеснок онлайн с вами по-прежнему александр сегодня выбрался для того чтобы сделать вторую подкормку аммиачной селитой и если успею то пройдусь штыгельной бараной о том как это происходило смотрите в этом видео сейчас давайте посмотрим на штыгельную барану я ее еще не испытывал в этом сезоне точнее и в прошлом сезоне тоже не испытывал потому что купил в конце сезона но по словам продавца все прекрасно работает так выглядит штыгельная барана то есть это пружинки ничего такого сложного и работают в принципе как грабельки для тех кто будет самостоятельно делать пружины имейте ввиду что после прохода в абсолюте должно быть между пружинами полтора или два с половиной сантиметра то есть вот они должно быть перекрытие в шахматном порядке с поставлены чайок сделаем небольшую планерку и выезжаем поле на участок на работу еще одно небольшое маленькое объявление с началом сезона мне поступает много сообщений телефонных звонков с просьбой разобраться по агротехнике по механизации по средствам защиты по подготовке почвы масса вопросов и все эти вопросы я перенаправляю в наш замечательный телеграм-чат поскольку сам я физически не успеваю отвечать и это сильно мешает работе приезжая на поле работа в тракторе соответственно каждый звонок это ну минимум там 5-7-10 минут бывает что доходит консультация до часу это сильно мешает работе после работы я приезжаю домой и хочется отдохнуть поэтому весь трафик переправляю в телеграм-чат но убедительная просьба корректно задавайте вопросы развернуться задавайте вопросы тогда ваши коллеги более охотно будут отвечать на поставленные вами задачи надеюсь на ваше понимание цените свое время и уважайте время других мы сейчас делаем небольшую планерку и приступаем к полевым работам надеюсь на ваше понимание так в общем трактором подъехали выяснилось небольшая поломка была именно гидравлика не поднимала навеску очень проблему распределитель нужно поднять капотное пространство открутить немножко панелью панель приборов ее поднять и сверху распределители есть крышечкой и откручиваем достаем клапан пружинку клапан прочищаем ставим на место и все обратно все работает сейчас заправляем мячную селитру и выезжаем на участок подъехал я на поле сделал несколько проходов вот сорняком конечно зарастает сильно сорняк уже поднялся то есть надо вот срочно срочно ходить штридельной бараной то есть вот этот вот сорнячок он уже так скажем начинает перерастать вот такие полянки образуются то есть его надо срочно срочно обрабатывать но раньше не было возможности заехать поскольку вот еще есть участки которые сырые вот это сделал свежий проход и не представляется возможным было работать раньше лист немножко пожелтел вот есть камера передаст вот это произошло из-за мороза то есть у нас были ночные заморозки вот сейчас подкормим прорыхлим вот немножко солнечного цвета тепла и чеснок воспрянет духом вот продолжаем работать так и Так, первый бункер раскидали, осталось здесь немножко и приехал за второй партией, здесь еще примерно мешочков 5-6 сейчас насыплю и закончу разбрасывать удобрение и будем подцеплять в стригельную борону. После окончания работ обязательно промываем рум, чтобы не ржавел, поскольку есть части, которые не оцепованы, вот после первой шаги они уже начали ржаветь. Так, в принципе, если хорошо промывать, то рум будет еще долго и долго служить. Вот, подцепляем. Так, рум промыли, сейчас будем подцеплять в стригельную борону. Так, все, друзья, перецепил стригельную борону и сделал тестовый выезд на экспериментальном участке. Сейчас покажу. Здесь у нас находится маленький участок, одна горятка, несколько повторностей и на этом экспериментальном участке мы проводим опыты по средствам защиты растений. Мой друг Павел Стариков разработал препарат, который показал себя хорошо в лабораторных условиях и вот эти сделали мы на этом участке небольшие повторности и, так скажем, это контрольный участок, где будет видно, как работает препарат в реальных полевых условиях. Вот, а сейчас заводим трактор и едем на большой участок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одновременно мы вычесываем полиэтиленовую пленку. Не знаю, почему здесь ее столько. Возможно, какая-то мусорная свалка здесь была, или, может быть, под пленку садили какую-то культуру. В общем, на всём протяжении участка здесь очень много полиэтиленовой плюмки. Так выглядят рядочки. Сейчас покажу, каким образом стригельная парана борется с сорняком и закрывает влагу. С правой стороны у нас грядки уже пройдены, слева ещё нет. То есть здесь немножко пересыпал селитру. Это за счёт прохода делаем сразу три действия. То есть мы вносим удобрение, мы закрываем влагу. То есть вот эта вот корочка, которая здесь трещина, трещины, она становится вот такой, достаточно рыхлой. И сорняки, смотрите, вот она, стригельная парана выдёргивает сорняки на стадии ниточки. Вот они все. То есть процентов 80-90, а сорняки, они здесь погибают. Вот, а этот, эта грядка, этот участок, вот смотрите, здесь сорняка ещё предостаточно. Но сейчас после первого прохода всё это дело мы скорректируем. Вот, чеснок у нас. Листи, как я говорил, пожелтели. Вот, то есть это следствие мороза, это не болезнь. Вот, ничего, то есть он получил такой стресс, у нас снег выпадал и было минус 4 градуса. Вот, ну ничего, сейчас мы проведём механические обработки и чеснок зазеленеет. В этом сезоне площадь у меня в три раза больше, чем в предыдущем. Но производительность, то есть время, затраченное на обработку почвы, она примерно одинаковая за счёт того, что гоны очень длинные и нет необходимости разворачиваться у заборов, то есть там по несколько раз. То есть я даже сцепление не выжимаю, грядку проезжаю, проезжаю 3-4 грядки и сразу ныряю в следующую и вот так вот кругами нарезаю. И за счёт этого получается достаточно быстро обрабатывать землю. Я надеюсь, что данное видео было для вас полезно и актуально. Я с вами прощаюсь, с вами был Александр. Удачи, до новых встреч. Пока-пока.